Шкода начала серийное производство компактного кроссовера Karog в Нижнем Новгороде. Таким образом, город на Волге стал четвертым в мире, где налажен выпуск этой модели. До этого Karog успел обосноваться в чешских Младоболиславе и Квасинах, а также в китайском Минбо. С осени 2020-го кроссовер также будет производиться и в столице Словакии, Братиславе. В Нижнем Новгороде Karog собирают по методу полного цикла со сваркой и окраской кузовов. При этом долгожданная новинка стала третьей по счету Шкодой после Октавии и Кодиака, которую делают на этом российском заводе. Добавим, что на мировой рынок компактный кроссовер вышел в октябре 2017 года. С этого момента, то есть примерно через два года после старта выпуска, общий тираж модели достиг отметки в четверть миллиона выпущенных экземпляров. Напомним, что внешность российского Karog'а не отличается от европейского варианта, а вот набор силовых агрегатов свой, собственный. Под капот попали двигатели, которые уже имеют прописку в России. Это атмосферный 1.6 и турбомотор 1.4. Полный привод возможен только с роботом и турбомотором. Первой в продажу попадет переднеприводная версия в комплектации Ambition с мотором 1.4 и 8-ступенчатым автоматом. В шкодовской иерархии эта комплектация считается средней, имеет двухзонный климат-контроль, продвинутую медиасистему и подогрев передних сидений. Продолжают список оборудования светодиодные задние фонари, датчики света и дождя, задний парктроник и круиз-контроль. Но позже потянутся и другие комплектации, включая базовую версию Active.